Привет! Есть одно слово, которое вселяет трепет и в какой-то мере мандраж на предпринимателей. Это слово «миллиардер». У нас сегодня разбор книги 67, который написал «миллиардер». Когда я узнаю о подобных вещах, я стараюсь поставить свою жизнь на паузу, отложить свои дела, потому что знаю, то, что меня ждет в перспективе, должно изменить мою жизнь. Я в это чертовски сильно верю и рекомендую делать то же самое. Я даже бьюсь об заклад, что если ты поверишь в эту информацию и внимательно прослушаешь 7 выводов, которые я для тебя приготовил, ты точно не будешь прежним. Это просто невозможно, потому что одно дело читать советы инфобизнес-тренеров, которые хотят, чтобы ты купил их курсы и тренинги, а другое дело послушать человека, который добился действительно огромных результатов. Переходим к выводам. Пойдем от простого к сложным. Вывод номер один. Сойди с колеи, отказавшись от устоявших шаблонов. Это будут твои новые рельсы. Многие люди находятся на том этапе, когда вот прям буксуют и не понимают, как вообще взять и ускориться или пробить свой финансовый стеклянный потолок. Но вот бывает такое. Буксуют из года в год. И здесь моя рекомендация звучит примерно так. Я не раз повторял, что у меня есть своеобразный электронный ежедневник, в котором я прописываю те вещи, которые мне нужно сделать, например, сегодня. И я заметил, что периодически я попадаю в своеобразную ловушку и делаю все на автомате. А когда ты делаешь на автомате, то творческое мышление начинает кряхтеть и потихоньку умирать. Поэтому здесь совет, который казался бы абстрактным и непонятным. Сделай свой день совершенно иным. Вот прям другим. Если ты каждый день привык делать одно и то же, остановись. Поставь на паузу эти действия и постарайся сделать кардинально все другое. Повесь резинку, не знаю, на правую руку и начинай себя хреначить не ей, потому что если ты что-то забыл, раз, хренакнул и напомнилась сразу, моментальненько. И делай все совершенно другое. Если ты действительно хочешь добиться других результатов, невозможно это сделать при тех же самых действиях. Начни делать что-то другое. Пункт номер два. Успешный предприниматель берет энергию отказа и превращает ее в мощнейший стимул к реализации своей мечты. Когда эти слова написаны миллиардерам, то начинаешь прислушиваться и понимаешь, что на них, ну в смысле на успешных предпринимателях, тоже действуют законы физики. И такие законы. То есть, что это значит? Большинство людей, опять же, при неудачах опускают голову, впадают в какую-то странную депрессию и вообще становятся максимально хреновасто. А что если ты начнешь действительно относиться к отказам, к энергии, которая будет тебя наполнять? Это же простые правила. Чистая математика. Если тебе отказали один раз, в следующий раз вероятность того, что тебе откажут, 50%. В следующий раз еще меньше, еще меньше, еще меньше. То есть, в любом случае, чем больше попыток ты делаешь, тем больше вероятности тебя ждет успех. Поэтому используй эту энергию. Я рекомендую это не просто сейчас, вот ты прослушал и, а, ну окей, попробую, а прям записать дневник и перечитать это несколько раз для того, чтобы в нужный момент, когда ты получил отказ, взять и вспомнить это, и подумать, ага, а где энергия, как ее нащупать, как ее можно использовать, чтобы самого себя подбодрить и начать действовать. Пункт номер три. Большая цель как источник энергии. Окружу себя этой целью. В общем-то, я долгое время скрывал свою цель. Ну, точнее, как бы держал ее где-то в закромах моего дневничка. И этот дневник, конечно же, я открывал, ну, буквально раз в год. Ну, как это принято на Новый год? Открываем дневничок, сверяемся с целями, что было достигнуто, а чего достигнуто не было. И все. Записал цель, положил в дневник, куда-то спрятал. И я даже зуб даю. Скорее всего, на этом дневнике скапливается такой нехилый слой пыли. И здесь Игорь рекомендует все-таки взять не просто написать цель, это как бы вообще, ну, не надо много ума и сил, а окружить себя этой целью, поставить на видное место. На холодильник, на дверь, на туалет, на зеркало, куда угодно. Просто возьми, окружи себя этой целью. И не важно, что подумает об этом вторая половинка или родители, просто окружи, ты же для себя живешь. И когда в твоей жизни, на твоей периферии будет находиться эта глобальная цель, она будет тебя подбадривать. Она будет говорить тебе, что, чувак, давай-ка не занимайся ерундой. Давай-ка мы будем делать те действия, которые приведут нас к большой цели. Вот тебе практика, сделай, не знаю, распечатай, распечатай на бумаге. Это стоит копейки, разрежь эту бумажку на маленькие кусочки и приклей в те места, в которых ты бываешь чаще. Четвертый. Магнитные шарики как метафора времени. Конец прокрастинации. Рисулиния. О, это классный вывод, потому что я опять же не ждал, что предприниматель такого масштаба рекомендует такие действия. Игорь рассказывал историю, что у него в офисе находятся магнитные шарики, которые символизируют утекающее время. И я часто, просто постоянно ловлю себя на мысли, что, блин, вот день начался, а вот день закончился. Вот день начался, и вот день закончился. И так каждый день. И мне скоро будет 28, становится по-настоящему страшно. А магнитные шарики, которые ты сможешь раз кусочек отложить, переложить в другую сторону, в следующий раз еще раз, еще раз, и еще раз. И таким образом ощущение того, что время утекает, будет у тебя перед глазами. А если это будет перед глазами, а не просто вспоминаться перед сном, то ты будешь действовать эффективнее. Я нашел эти шарики, которые, ну, естественно, Игорь не рассказал, где их купить. В Новосибирске я вообще такого никогда не видел. Это все можно ерунду заказать на Алиэкспрессе. Либо, если не хочешь тратиться, ставь, как Робинзон Крузо, палочки. Я не знаю, на обои, в тетрадке. Если ты каждый день будешь рисовать одну палочку, а потом, точнее, и не будешь забывать это делать систематично и регулярно, то ощущение утекающего времени тебя не будет покидать. А значит, ты будешь действовать усиленнее. Простой совет, да? Действенный. Пункт номер пять. Визуализация того, что ты хочешь, когда тебе хреново. Подсказки на видном месте. Про визуализацию, по-моему, написаны миллионы информации. Но здесь визуализация другого уровня, потому что это не просто визуализация ради визуализации. Это значит, что если ты почувствовал спад вот в моменте, ну, например, ты не вывозишь программу, или ты чувствуешь, что, ну, как-то истощается твоя энергия, остановись. Остановись и подумай, ради чего ты это делаешь. Желательно все это представить в красках. Не просто там между, я не знаю, посудой и прогулкой, а вот прям сядь на пол и подумай, ради чего ты это делаешь. То есть визуализируй это в голове. Опять же, когда это пишет миллиардер, ты хочешь, не хочешь, но начинаешь в это верить, потому что на его стороне, конечно же, результат. Так что не стесняйся этого слова, просто визуализируй. Но не просто так, ради этого, в конце, не знаю, ночью, перед сном. А вот именно в тот момент, когда тебе нужна эта подпитка. Сделай это и посмотри на свой результат. Пункт номер шесть. Обрати внимание, неудовлетворенность не означает, что все плохо. Она означает, туда надо добавить внимание, энергии и результативности. Это же прям такой коктейльчик, коктейльчик из трех ингредиентов. И он весьма ценный, я бы даже сказал полезным. Обрати внимание, у нас есть нерешенные проблемы и задачи. И бывает, мы их выполняем прям плохо. Более того, бывает так, что мы это вообще не выполняем. Но неудовлетворенный результат значит, что мы просто не добавляем вот эти три ингредиента. Еще раз. Внимание, энергия и результативности. Вот прям взять эти три вещи, расписать на составляющие, что они из себя представляют. Например, время. Вот у тебя была задача, которую ты не можешь решить уже месяц. А подумай, сколько действительно ты тралишь на это времени. Потому что можно растягивать эту задачу в течение месяца, но при этом возвращаться к ней только по понедельникам. И на 10-15 минут, а потом становится тошно. Либо второй вариант — энергия. Потому что любую задачу можно делать с абсолютно разным уровнем энергии. И уровень энергии — это просто очень крутая тема. И, пожалуй, об этом можно разговаривать в следующем выпуске. Только про энергию. Как возобновлять энергию, как ее использовать в правильном русле. Это просто целая наука. И лично меня от этого потряхивает, потому что, когда ты начинаешь это изучать, ты понимаешь, какое преимущество на твоей стороне. В общем, эти три ингредиента, коктейльчики, они помогут тебе по-другому смотреть на твои нерешенные или плохо решенные задачи. Ну и пункт номер 7. Здесь тебя ждет интрига. Я решил провести эксперимент. И этот эксперимент очень странный и своеобразный. Этот седьмой пункт я не просто выписал своими корявыми ручками, потому что печатать я делаю по пять ошибок в одном слове. Я просто сфотографировал всю эту страницу и прикрепил ее во всех местах, в которых у меня вообще мое внимание попадает в течение дня. Это мощнейший лайфхак, который позволит избавиться от вредных привычек. Я тебе говорю серьезно. Я избавился от этой вредной привычки. А книгу я прочитал давно и только сейчас добрался до ее озвучки. Этот инструмент работает. Давай так, что нужно сделать, чтобы получить этот седьмой вывод? В чате, здесь, в Телеграме, я оставил ссылку. Эта ссылка ведет на чат, который я создал только сейчас. Там есть условия. Условия весьма простые, но мне нужна будет твоя помощь. Я поставил цель встретиться с этим человеком. Это не простой человек. Он находится на 78-м месте в списке Forbes. Самых богатых людей России. И я хочу доказать на собственном примере, что любой простой парень без связи, без знакомства, без огромной суммы денег может этого достичь. Мне есть план, за которым ты сможешь наблюдать, потому что я поставил себе срок 5 дней. За эти 5 дней может случиться всякое. Либо у меня получится, либо не получится. Но мне нужна твоя помощь. Но я знаю, что нельзя быть потребителем и сказать, эй, помоги. Нет, ни хрена. Я приготовил для тебя седьмой вывод. И более того, ту программу, которую я использую в течение дня для поддержания максимальной продуктивности. Естественно, все это бесплатно. Мне не нужны твои деньги. Но для того, чтобы это получить, есть ссылка. Переходи по ней. Я для тебя записал послание. Вот такой своеобразный квест получается. Так что бери свою жизнь в собственные руки. Забирай этот пункт прямо сейчас. Ссылка. Тыкай. Я знакомлю. И знакомься с условиями. Фух. Я закончил с этим обзором. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся. Услышимся.